85 лет со дня образования отмечает Ростовская область. В этот день в 1937 году Центральный исполнительный комитет СССР разделил Азово-Черноморский край на Краснодарский край со столицей в Краснодаре и Ростовскую область со столицей в Ростове-на-Дону. Одним из первых жителей региона с этим юбилеем поздравил Владимир Путин. Его обращение публиковано на сайте Кремля. Уважаемые друзья, поздравляю вас со знаменательным юбилеем 85-й годовщины образования Ростовской области. Вы по праву гордитесь именами своих прославленных земляков, выдающихся полководцев и писателей, музыкантов и художников, артистов и спортсменов. И, конечно, тем огромным вкладом, который вносит ваш щедрый благодатный край в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, науки, культуры. И, конечно, особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна. Убежден, что вы и впредь будете добиваться успехов в интересах Ростовской области и всей России. Желаю вам всего самого доброго. Закрепить понятие геноцид в образовательном поле и повысить историческую грамотность молодежи – задачи научно-практического форума «Змеевская балка. История геноцида». В Ростове круглые столы по теме военных преступлений против мирного населения в годы Великой Отечественной пройдут до 14 сентября. Первым делом участники форума возложили цветы на мемориальном комплексе жертвам фашизма «Змеевская балка». Здесь, на «Змеевской балке» были расстреляны первыми военнопленные, более 300 человек. Очень многие народы, славянские, евреи, цыгане, были расстреляны на этом месте. Мирные жители, дети, женщины, старики. Это нельзя никогда забывать не нам и ни в коем случае последующим поколениям. Поэтому это основа того, чтобы геноцид не повторился. Основные мероприятия форума – выставка рисунков «Дети Донбасса, дети войны», пленарное заседание, работа пяти тематических площадок и итоговый круглый стол. Молодого мужчину спасли от прыжка с Ворошиловского моста. Полицейским удалось предотвратить явно необдуманный поступок ростовчанина с помощью обычного брючного ремня. Случилось все накануне утром. В третий отдел полиции поступил сигнал о том, что мужчина стоит на краю моста и собирается прыгнуть. Правоохранители подоспели вовремя. Мужчина уже повис на опоре в 35 метрах над Доном. Пока двое полицейских держали мужчину за руки, третий вытащил ремень и обвязал его вокруг кистей. Мужчину вытащили и доставили в отдел полиции. Его жизни теперь ничего не угрожает. Впервые за четыре года по ростовской детской железной дороге имени Юрия Гагарина проехал поезд. Управляли составом «Тихий Дон» юные железнодорожники. Открытие ЖД-полотна после реконструкции посвятили 85-летию Ростовской области. За четыре года модернизировали и саму дорогу, уложив железнодорожные шпалы с применением современных рельсов. И здание станции, обновив учебный корпус с образовательным пространством. Помимо инфраструктуры, вы сегодня видели обновленные составы. Состав современный в корпоративном окрасе. И мы восстановили исторический подвижной состав, который работал здесь на детской железной дороге примерно до середины 90-х годов. Это вагоны польского производства «Пафовах», которые стилизованы под фирменный поезд «Тихий Дон». И, соответственно, тепловоз той же самой эпохи. То есть, это эпоха конец 50-60-х годов. Весь железнодорожный маршрут, а это чуть больше 3,5 километров вокруг парка Островского, можно проехать за 24 минуты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова